Президент вручил ключи от новых пожарных машин. Перед этим самых достойных пожарных наградили медалями за смелость и отвагу. Церемонию приурочили к 106 годовщине образования пожарной охраны. Все внимание сегодня к новеньким пожарным машинам. Больше четырех месяцев пути по морю, вокруг Африки и вот наконец они в Приднестровье. Приехали три дня назад. Перед отправкой в Приднестровье их натерли чем-то похожим на воск. Оттереть было, по словам пожарных, еще то испытание. Приехали достаточно унылые и зрелище было такое, ну непрезентабельное, будем так говорить. Ну ничего, два с половиной дня личный состав трудился, видите. Оттерли. Сейчас сияют, блестят. Здесь установлен турбированный двигатель, работает на дизельном топливе. 260 лошадиных сил, это достаточно мощный мотор. Он мощнее, чем все автомобили, которые находятся у нас здесь на вооружении в Приднестровье. Машина современная. Тушить пожар с такой быстрее и легче. В нее вмещается около пяти тонн воды и 300 литров пены. Две машины решили оставить в Террасполе, по одной отправят в Рыбницу, Бендеры и Слободзею. Ключи от них сегодня вручает Вадим Красносельский. На память от президента еще и вот такая статуэтка. Символичный подарок к 106-летию образования пожарной охраны. Правильно говорят, когда пожарный спид, все смеются, когда работают, все плачут, понимаете. В этом очень бы не хотелось видеть рыдающих людей. А это, конечно, возможно обеспечит только вашим профессионализмом, вашей работой, ежедневным трудом и технической оснащенностью. К слову, про оснащенность пожарных машин по республике около сотни. Почти все они с советских времен. Многие уже устарели и устали. Несколько лет назад в Приднестровье заработала программа по переоснащению парка пожарной техники. В этом году купили пять авто, до конца лета ждут еще автолестницу и автомобиль экстренного реагирования для тушения небольших пожаров. Эта работа будет продолжена и дальше. Запланировано приобретение в этом году еще трех автомобилей. Данный пример является очевидным следствием понимания руководства нашей республики, значимости вашего труда и той работы, которую вы ежедневно проделываете. От министра и президента самым достойным сегодня награды. Первый медаль за смелость и отвагу сегодня получает капитан из Рыбницы. В феврале на восьмом этаже он тушил пожар и спасал жизни. Спасли всех, эвакуировали всех. Во время тушения поступило сообщение, что в соседней квартире находится девочка. Звеном ГДЗС пошли туда, провели разведку, ребенка не обнаружили. Возвращаясь обратно к очагу из соседней квартиры, услышали крики о помощи. Не забыли сегодня и о тех, кто погиб, исполняя свой служебный долг. К памятному знаку принесли цветы. Церемонию начали с минуты молчания. Яна Раховская, Александр Зелинский, ТСВ.